Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Попова Елена Геннадьевна. Я приехала из Беревского района, из Маталасской средней школы. Мой стаж работы в школе 25,5 лет. Итак, эффект и результативность раннего школьного и неязычного образования во многом зависит от того, как построено начало обучения иностранному языку на начальной ступени. Как добиться того, чтобы дети понимали необходимость изучения иностранного языка и желали его изучать, если уже на начальной ступени они сталкиваются с такими проблемами, с которыми сами, в общем-то, не могут справиться. И интерес у многих детей к иностранному языку пропадает уже во втором классе, а родителям приходится обращаться к репетиторам уже в начальной школе. В настоящее время мой опыт работы направлен на реализацию системно-деятельностного подхода в процессе обучения, при котором усвоение знаний начинается не с предъявления ученику готового образца, а с создания учителям такой учебной ситуации, которая вызвала бы у детей потребность и желание узнать эти сведения и научиться ими пользоваться. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе федеральных государственных образовательных стандартов, предполагает, что знания приобретаются и проявляются только в деятельности. За умениями, навыками и компетенциями, развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. Перед современной школой встает проблема развития творческой и познавательной активности школьников, ведь только через собственную деятельность человек осваивает науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и совершенствует свои личностные качества. Под системно-деятельностным подходом понимают такой способ организации учебно-познавательной деятельности школьников, при котором они являются не пассивными приемниками информации, а сами активно участвуют в учебном процессе. Полноценным итогом реализации системно-деятельностного подхода является появление желания и становление умения постоянно учиться. Итак, цель моей работы — обеспечение системно-деятельностного подхода процессу обучения немецкому языку в школе. Главным местом в школе, где происходит развитие универсальных учебных действий, является урок. В каждом уроке я выделяю три основных этапа. Побудительно-мотивационный, операционально-познавательный и рефлексивно-оценочный. Создание мотивационной среды на уроке, пробуждение заинтересованности детей в предмете происходит на побудительно-мотивационном этапе. Формирование мотивации учения в школьном возрасте — это одна из центральных проблем современной школы. Мотив — это направленность школьника на отдельные стороны учебной работы, связанная со внутренним отношением ученика к ней. Повышение уровня учебной мотивации — процесс длительный, кропотливый и целенаправленный. Своевременное чередование и применение на разных этапах урока разнообразных форм и приемов формирования мотивации только укрепляет желание детей овладевать знаниями. Ну вот некоторые приемы на слайде, которые я использую на своих уроках. Все не буду объяснять, что они обозначают, но о некоторых расскажу. Вот прием организации проблемного диалога. Такой диалог используется на уроках различной целевой направленности, но в большей степени на уроках изучения нового материала. И позволяет заменить традиционный объяснительный иллюстративный метод объяснения нового материала на деятельность, с открытием новых знаний. Ученик формирует в себе такие вопросы, как «хочу знать», «хочу узнать», «хочу научиться». Например, «хочу научиться задавать вопросы по-немецки», «хочу научиться давать характеристику героям». Прием, подводящий к теме диалог. Это система пассивных ученику вопросов и заданий, которые шаг за шагом приводят его к осознанию темы урока. Он не требует создания специальной проблемной ситуации и хорошо выстраивается от повторения. На побудительно-мотивационном этапе урока помогают детям осмыслить тему, осознать ее практическую значимость, сформулировать цель учебной деятельности и даже систему учебных задач. Предлагаю практические задания, которые позволяют оценить свои реальные возможности перед изучением темы или найти какие-то проблемы. Уровень мотивации к учению совместно с учителями, с другими, мы проверяем по методике Натальи Георгиевны Лускановой. На первой таблице мы видим дети второго класса. Почему второго, а сразу не первого, потому что иностранный язык начинает в школе изучать дети со второго класса. Результаты диагностики показали, что 80% обучающихся имеют хороший уровень учебной мотивации, но невысокий. И 20% учащихся имеют внешний уровень мотивации. Это так называемая социальная мотивация. Она говорит о том, что школа привлекает ребят лишь своими внешними сторонами, общениями, новым социальным статусом, статусом ученика, но не какими-то познавательными потребностями. Ну вот, не было выявлено низкого или негативного отношения в школе. И вот эти же самые дети уже в третьем классе показали иной уровень мотивации. Видно, что он повысился. Такие исследования проводятся нами внутри школы ежегодно в начале учебного года. И показывают направление развития мотивационной сферы. Какие педагогические средства можно использовать для целенаправленного воздействия на мотивационную сферу учащихся. Второй основной этап урока – это операционально-познавательный. Здесь надо сказать о нашей системе образования в целом. Сегодня она похожа на такое пестрое одеяло, где есть множество разных концепций, систем, моделей, учебников, отдельных и целых комплектов учебников, в которых предлагаются разные способы решения новых образовательных задач. Однако в разных концепциях и системах нередко предлагаются подходы, которые не согласованы между собой по понятийным основаниям. И, в общем-то, это приводит к разрыву образовательного пространства. Практика показывает, что отсутствие единого дидактического базиса современного образовательного пространства создает большое число проблем. Ну вот, начиная с чисто практических. Например, при переходе ребенка из одной школы в другую. И преемственность в методах работы тоже нарушается. Даже при реализации программ в одном и том же классе разными учителями. В последние годы в связи с вариативностью образования в остров стала проблема именно согласования технологии и учебного содержания при переходе от одной образовательной программы в другой. Сохранение единого образовательного пространства выдвинуто в качестве одного из основных приоритетов современного образования в России. Еще Константин Дмитриевич Ушинский в своих работах подсказывает правильный маршрут не исключения вариативности посредством выбора какого-то одного самого лучшего учебника или даже комплекта учебников, а свободное развитие всех при условии выработки общих понятийных оснований. На этом этапе урока, как на очень важном, мы должны давать такие универсальные способы приобретения знаний, которые помогли бы ученику легко ориентироваться в любой плоскости современного образовательного пространства. Я работаю по УМК Школы России и считаю, что все, что там есть, созвучно с самыми передовыми и современными учебно-методическими комплектами и легко интегрируется с современными педагогическими теориями. На операционально-познавательном этапе создаю условия формирования функциональной грамотности предметных и надпредметных компетенций и применения их в практической деятельности. Реализую данный этап через применение элементов технологии личностно ориентированного обучения. Это технологии коллективного способа обучения, компьютерное обучение, дифференцированный подход в обучении, исследовательскую деятельность. На этом этапе свою работу направляю на создание условий для формирования активного целеполагания на уроке. В связи с этим возникает необходимость использования приемов, способствующих активной мыслеречевой деятельности учащихся. Такие приемы, как тема вопрос, работа над понятиями, исключение, домысливание, проблемная ситуация. Очень важно в обучении иностранному языку аудирование, диалоги, беседы, ролевые игры. Ну, тоже расскажу о некоторых приемах. Например, прием тема вопрос. Спасибо. Тема урока формулируется в виде вопроса. И ребятам предлагается построить план действий так, чтобы на уроке ответить на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений. Чем больше мнений, тем лучше развито у них умение слушать друг друга, поддерживать идеи других. И тем интереснее и быстрее проводит работа. Работа над понятием. Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока. И предлагается задание объяснить значение каждого слова или отыскать значение слов в словаре. И далее уже от значения слова определяется задача урока. Предложенные приемы результативны, интересны и доступны ученикам на разных ступенях. Процесс целеполагания формирует не только мотив потребностей действия, но и учит целеустремленности, осмысленности действий, развивает познавательные и творческие способности. Дети учатся высказывать свое мнение, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать других. Большое внимание уделяю заданиям, которые дети выполняют в парах, в небольших группах. В процессе такой работы развивается контроль и взаимоконтроль, и самоконтроль, без которого совместную задачу выполнить, в общем-то, нельзя. Число заданий, построенных по принципу самоконтроля, когда проверку результата деятельности ученик проверяет сам, постепенно увеличиваю. Этому способствуют такие виды работ, как проверь себя, задание сравни свой ответ с текстом, сравни свой ответ с ответом одноклассника, взаимопроверка заданий. Ответы анализируем уже все вместе. И это позволяет объективно оценить свою работу. С помощью этих заданий происходит упорядовочение учебного материала, хронология, классификация, обобщение, посредством которых развиваются коммуникативные, универсальные учебные действия. Ну и третий самый значимый, и третий очень значимый этап урока — это рефлексивно-оценочный. Организую этот этап с помощью приемов рефлексии. Рефлексии настроения и эмоционального состояния. Там используется прием различных цветовых изображений, прием смайлик, прием аплодисменты, дерево чувств. Рефлексии задержания учебного материала. Используется для того, чтобы выяснить, как учащиеся осознали изучение пройденного. Рефлексии деятельности. Ребенок должен не только осознать задержание материала, но и осмыслить способы и приемы своей работы на уроке, уметь выбрать наиболее рациональные. Учатся задавать вопросы, что я делал, с какой целью, как я это делал, какой результат я получил, какой вариант был лучше. Также реализуют данный вид рефлексии и применяют такие приемы, как самооценка активности на каждом этапе урока, письменная индивидуальная рефлексия. Я научился, я узнал, мне удалось сделать. Еще накопительная оценка. Баллы предъявляются в начале урока. Критериальная. Оговариваются все условия получения оценки за каждый вид задания. И в итоге выводится средняя оценка. Самооценивание. Как ты думаешь, какую сегодня оценку ты на уроке заработал. Взаимооценивание. Что бы ты поставил товарищу. В качестве рефлексии используют такой прием, как синквейн. Он заявлен технологией развития критического мышления как раз в качестве элемента рефлексии. Его при изучении иностранного языка можно использовать не только в качестве элемента рефлексии. Вот, вчера у нас коллеги показывали, да? Ну, все перечисленные выше методы, формы и приемы формируют у детей умение учиться, желание учиться, решать проблемы в процессе учебной деятельности, определять цели и задачи познавательной деятельности, находить способы реализации поставленных целей и использовать разнообразные информационные источники, искать и находить необходимую информацию, оценивать полученные результаты и организовывать свою деятельность. Ну, вот еще хочу, как бы, показать, что сейчас в процессе, так сказать, реализации федеральных государственных образовательных стандартов новых мы отслеживаем развитие универсальных учебных действий вот с помощью таких таблиц. Формирование, так, это, значит, лист достижений для всего класса и еще есть индивидуальный лист достижений. Здесь отслеживаются предметные результаты, а впереди был слайд выше, там метапредметные. Ну, результаты обучения за последние три года можно проследить. Вот по такой таблице я представила их, видите, такой таблицы. Спасибо большое. Качество колеблется от 50 до 100%, ну, а успеваемость 100%. Хотелось бы завершить свое выступление словами о том, что современный учитель должен хорошо ориентироваться в современном образовательном пространстве и выбирать такие эффективные приемы, методы известного обучения, которые бы помогали детям быть успешными во всей дальнейшей жизни. Здесь также уместно вспомнить слова Сухомлинского о том, что все наши замыслы, все наши поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться. И, значит, моя задача, чтобы это желание у них появилось. Большое спасибо. Спасибо. Ага, я отключила. Спасибо, Елена Геннадьевна. Вопросы есть, да? У вас микрофон, или я вам передаю? Включите, пожалуйста, только с этим. Елена Геннадьевна, а Вы представили результаты мониторинга мотивации в Ускановой. Вот вопрос следующего характера. Скажите, как он связан с мотивацией детей по изучению языка? Ну, вообще он как бы связан больше с мотивацией детей в общем. В общем он больше всего связан. Но я тоже делаю, мы делаем это вместе с учителями из начальных классов, если это дети на начальной ступени, и с учителями других классов. И я делаю свои выводы. Какие отношения к тюрьме это Вашего изучения языка? Ну, как бы... У нее общая методика мотивации. Да, да, у нее общая методика мотивации. Так, что-то я... Какие я свои выводы делаю, да? Как дети мотивированы к изучению языка? С точки зрения исследований, которые вы проводите, которые вы сегодня представляете. Я поняла. Ну, наверное, я могу сказать о том, что, например, на уроках у меня ни разу дети не задают вопрос, зачем нам это нужно, зачем нам вообще нужен этот немецкий язык, зачем его нужно изучать. Значит, если не задают эти вопросы, значит, правильно мотивируют, наверное. Можно, да, задать вопрос другому? Ага, Ольга Викторовна. Поправьте меня, пожалуйста, если я неправильно Вас поняла. Вы заявляете целью своей педагогической деятельности это создание условий для реализации системной деятельности подхода. Именно так? Да. А зачем вам системно-деятельностный подход? Вы эксперимент какой-то проводите? Посмотреть его эффективность или что? Ну, системно-деятельностный подход – это как технология федеральных государственных образовательных стандартов сейчас заявлен. Я правильно понимаю? Ну, заявлено. А вам-то зачем? Чтобы лучше дети… Сейчас отвечу. Чтобы дети с большим желанием изучали иностранный язык, чтобы они показывали результаты лучше, чем, например, предшествующие поколения, чтобы они умели читать и понимать то, что они читают на иностранном языке, чтобы они могли общаться. То есть без этого подхода это не получается? Получается. И вторая ситуация, второй вопрос у меня. На вашем слайде это прием активизации речи для деятельности, вот там стрелять рядом аудирование и дальше прокомментируете, так сказать, диалог, беседы, живые игры. А, собственно говоря, какие умения в аудировании вы формируете и развиваете на иностранном языке? Спасибо большое. Я поняла. То есть здесь немножко неправильно оформлен слайд. Нет, аудирование это как один из основных видов деятельности. Да, аудирование, чтение, беседы, говорение. Ну и вот совместите, пожалуйста, с диалогом, беседами, ролевыми играми. Потому что это явно как бы те техники, которые работают на развитии умений говорения. Конечно, потому что на начальном этапе обучения главная наша задача это именно снять у ребенка какой-то психологический барьер перед иностранной речью. Поэтому аудирование помогает впоследствии участвовать, например, в диалогах, в ролевых играх. Дети привыкают к звучанию иностранной речи. И, в общем-то, самое главное, что эмоциональное состояние их вот при этом как бы адекватно соответствует поставленным дальше учебным задачам. От простого аудирования перейти к беседе, к диалогу. Ну тогда еще один вопрос. А какие, вот вы можете ввести задания по аудированию и вы предлагаете детям? Задания по аудированию. Ну одно-два. У нас есть диск УБИМ по ОМК, хороший для всех классов. И послушать диалог задания, понять, о чем говорили дети, попробовать самим построить такой же диалог. Спасибо. Можно еще? Ну, давайте. Насколько я поняла из презентации, у вас немного детей в классе, да? Пять было заявлено. Да, да, к сожалению, школа у нас была комплектная. Как вы на них технологию дифференцированного обучения реализуете? Ну, вообще, речь не идет о технологии дифференцированного обучения. Она была заявлена в слайде, где вы про технологии перечисляли, там, КСО и дифференцированное обучение. Пожалуйста, где у нас? Вообще, это дифференцированный подход к обучению. То есть он подразумевает над собой как бы индивидуальный подход к каждому ребенку по его способностям, по его силам, так сказать, некий индивидуальный такой образовательный маршрут. Начать с того, что он может, и постепенно развивать это до требований. Это не совсем технологии. Еще есть вопросы? Спасибо большое. Спасибо вам.